Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Владимир Нечаев, сотрудник ОРЛС ОМВД России по Рязанской области. Здравствуйте! Добрый день! Совсем недавно российской полиции исполнилось 300 лет. Что это за дата? Вы знаете, я уже думаю, что многие запутались. 300 лет полиции, где праздник День милиции, который сейчас уже День сотрудников ОРЛС. Но дело в том, что все достаточно логично. И действительно, с точки зрения исторической характеристики, исторической подоплеки, это 300 лет российской полиции, которая отмечается именно в 2018 году. Именно в этот день, в мае, была учреждена должность генерал-полицмейстера в Санкт-Петербурге Петром Первым. Собственно говоря, отсюда и идет летоисчисление российской полиции по ровно 300 лет. Первым у нас генерал-полицмейстером был Антон Иммануилович Девиер, очень-то известный достаточный деятель, который зарекомендовался на этом посту. Это была реформа в рамках петровских реформ. Необходимо было, чтобы в стране был порядок при тех размахах, которые в то время существовали. И вот как раз, наверное, была потребность и необходимость в создании вот такого органа, который действительно в этом году празднует свое 300-летие. Вполне логично, вполне обоснованно. Это никакая там не придуманная и не взятая с потолка цифра. Это другое дело о том, что органы правопорядка как таковые и раньше имели место быть, и они упоминались в различных исторических источниках, и в судебнике, и в соборном уложении 1649 года. То есть, вот именно полиция в том виде, в том изначальном смысле, который в нее предполагалось в ее действиях, она, конечно, связана с петровским преобразованием. Хотя, вы знаете, по сути, деятельность, наверное, не изменилась, как это была связана деятельность с делами разбойными, лихими людьми. И так она, в принципе, и осталась. С этого времени мы говорим о том, что, да, российской полиции 300 лет. Служба довольно непростая. С какими трудностями приходится сталкиваться? Ну, вы знаете, я все время так говорю. Любая профессия является сложной по определению. Потому что, если не бывает там, допустим, хороших, легких профессий, если человек отдается до конца в той или иной сфере деятельности, профессия по-любому является сложной. Поэтому говорить о том, и сейчас я скажу, что вот у нас самая сложная, тяжелая профессия, я же буду не прав, потому что мне возразят учителя, мне возразят врачи, и будут совершенно справедливы в своей точке зрения. Да, профессия сложная. Профессия почему сложная? Потому что общаться приходится с людьми, скажем так, не всегда с людьми достойного поведения, наоборот, девиантного поведения, людьми, совершившими преступления. Вот, поэтому в этом смысле она, наверное, и заключается основная сложность. Вот это межличностное, постоянное общение, что-то пропускает через себя, отсюда и стрессы, и другие проблемы. Но я, если человек сам добровольно выбирает, ведь никто же с кнутом не стоит и не говорит, что вот иди в полицию и работай. Нет, я соглашаюсь на эти условия, и ничего в этом страшного нет. Хотя да, перегрузки случаются, имеют место быть. И знаете еще, что такой есть момент, служба в полиции, она всегда находится под пристальным прицелом общества. Вот при всем уважении, есть такая уважаемая профессия бухгалтер, да, но он имеет дело с цифрами, с документами. Деятельность сотрудника полиции, сотрудника органов внутренних дел, она связана с общением и постоянно находится как бы под пристальным взглядом общества. И любая его деятельность, она всегда рассматривается под микроскопом. В этой сфере, конечно, нужно быть в сотрудниках полиции образцом должного поведения, потому что, особенно сейчас, в век, когда все снимается, пишется, все выкладывается в интернет, это действительно налагает определенные обязательства, в том числе морального плана, что должен быть безупречным в быту, в службе. Я думаю, что в силу этого очень часто критикуют полицию. Но я повторюсь, что мы не отрицаем, что есть какие-то сложности, есть какие-то проблемы в службе, но очень сложно, потому что, наверное, нет такой деятельности, которая была бы настолько пристальна под влиянием общественности, граждан, как деятельность сотрудника полиции. Поэтому мы это все прекрасно понимаем и воспринимаем критику как должное, но стараемся и стараемся соответствующим образом нести службу, соответствующим образом общаться с гражданами. Но эта проблема не нова, то есть, нельзя сказать, что она только для российского общества, например. Это есть во всех других странах. В свое время я когда общался и присутствовал на международных конференциях, и там вот вопрос доверия граждан полиции, даже в развитых, как мы говорим, странах, это вопрос актуальный, вопрос не праздный, он тоже поднимается, и для многих стран он актуален. То есть, доверие к сотруднику в форуме, степень его профессионализма в глазах общества, все это очень актуальные вопросы, которые действительно повестки дня во всем мире. Поэтому не нужно думать, что только российские полицейские думают о своем имидже, о проблемах, связанных со службой. Нет, это проблема, в общем-то, она такого мирового масштаба, наверное. Как вы говорите, сама служба, она и опасна, и трудна. Почему вы выбрали? Наверное, вопрос, который ставит в тупик любого человека, который пытается ответить на него честно. Выбор профессии – это один из сложнейших выборов в этой жизни, потому что, наверное, так же, как и женитьба. Действительно, выбор, который предопределяет многое. Но я, наверное, скажу, что все-таки это был во многом такой бессознательный выбор. То есть, хотелось в 17 лет ту профессию, которая позволяла ощущать в себе какую-то значимость, какую-то… как бы это громко ни звучало. Я понимаю, что сейчас очень легко скатиться на пафосы и говорить о том, что вот я хочу, хотел и хочу, и помогать людям. Ну, в общем-то, просто уже тогда понималось, что это очень достойная профессия, которая позволяет ощущать себя гражданином, позволяет быть гражданином. И не зря существовать нельзя, ходить под этим небом, а действительно помогать, действительно реализовывать себя на все 100%. Всем тем, кто сомневается, идти или не идти служить в полицию, я говорю однозначно, если есть желание выбрать достойную профессию, выбирайте профессию сотрудника полиции. Потому что действительно благородная и достойная миссия, скажем так, бороться с преступностью, вот, и чтобы был правопорядок в том, что на Рязанской земле мы с вами живем. Как вы уже ранее сказали, это сложная работа, как в физическом, так и в эмоциональном плане. Как вообще справляетесь вот с такими нагрузками, с такими трудностями? У каждого из сотрудника полиции, я уверен, есть хобби. Кто-то ловит рыбу, кто-то охотится, кто-то... Традиционными русскими средствами не справляемся стрессом. Вот, это нам не нужно, это нам, собственно, нельзя. Вот, как бы это ни звучало. Но, вы знаете, я думаю, что любой человек в любой профессии не может доходить до какого-то, до такого абсолютного фанатизма и проводить на работе 28 часов и при этом не иметь какого-то хобби. Я уверен, что подавляющие в большинстве сотрудники, которые служат, они где-то, несмотря на то, что действительно заняты и работают по 18, по 16 часов, они имеют какое-то хобби, которое позволяет им отвлечься, где-то реализовать себя в другой сфере. Поэтому здесь сотрудник полиции – это тоже человек, который... Ничто людское ему не чуждо. Я знаю сотрудников полиции, которые собирают марки. Я знаю сотрудников полиции, которые прекрасно фотографируют и есть собственные выставки. Есть сотрудники, которые снимают фильмы, в том числе документальной направленности. То есть, не стоит повторять, что сотрудники полиции – это творческие еще люди. Почему-то многие думают, какой-то штамп сложился, что вот это такие прямолинейные, такие, где-то четко черные, белые, и не существует как бы никаких оттенков. Да нет, это творческие люди, которые себя могут реализовать в различных абсолютно сферах, в различных отраслях знаний. Мы талантливые, поэтому хочется разрушить шаблон о том, что мы только вот такие вот суровые, такие сделанные из стали, которые вот... Нет, у нас ничто людское, повторюсь, нам не чуждо. Мы свободно можем реализовываться и реализовываем себя в других сферах. Ну, так как сотрудники полиции – творческие люди, может быть, были какие-то необычные мероприятия на этот праздник, как сфер-петербургской полиции? Вот мы плавно и подошли к тому мероприятию. Вот есть давно придуманный мой проект, когда я раз в квартал проводил шикарный галоконцерт с участием многих приезжих команд из других регионов России. Проект, связанный с игрой в КВН, проект, связанный с чувством юмора как таковым, потому что я считаю, что чувство юмора – это первое очередное оружие против стресса. Да, и вы говорили о том, как сотрудник может отдыхать. Ну вот, чувство юмора, способность забыть о неприятности, посмотреть на них немножко под другим углом – это помогает, это помогает отдохнуть, помогает переключиться. И вот раз в квартал я проводил эти мероприятия. Летом это мероприятие посвящалось Евпатию Калаврату, Былиному русскому богатырю. Осенью – это у нас был Иван Петрович Павлов, перворусского лауреата. Зима – Сергей Александрович Есенин. И весна – это Константин Эдуардович Циолковский. То есть, каждый квартал, это патриотическое, в том числе, направленность мероприятия была. И при поддержке правительства мы проводили это мероприятие каждый раз. То есть, как бы вот не забывать о героях земли Рязанской, Рязанской, чьим потомком мы являемся. Ну, а уж в эту годину, в год 2018, когда 300 лет российской полиции, в общем-то, не в ущерб памяти Евпатии Калаврата, была, в общем-то, созрела идея провести галоконцерт с участием нескольких регионов России, с участием команд силового блока. Вот галоконцерт КВН, посвященный 300-летию российской полиции. Опять же, мы действуем при поддержке Общественного совета приема ВД России по Рязанской области, Совета ветеранов. Мероприятие состоится 21 июня. Собираются представители силовых блоков Академии ВСИН России, Министерства обороны, Министерства внутренних дел. То есть, команды, которые представляют не силового блока. То есть, это такое хорошее, уровневое, вполне себе мероприятие. КВН от людей в форме и не только. Посмотреть на разножанровость, на действительно взгляд на вещи не шаблонный, такой творческий, с легкой долей иронии, где-то сатиры. Поэтому, повторюсь, что мероприятие ежегодное, но в этот раз оно посвящается такой значимой, круглой, круглее, наверное, не придумать дате, как 300 лет российской полиции. Всех рязанцев ждем. Я думаю, что будет очень весело, будет очень необычно. И те, кто сомневался о том, что сотрудники полиции творческие люди, они, я думаю, что все сомнения развеются, развеются, потому что действительно это творчество, это здорово и креативно. И это будет шоу, которое мы подарим нашим горожанам. Уверен, что оно пройдет при аншлаге, с такой впечатляющей энергетикой. Первый раз мероприятие достигло такого размаха, межрегионального. Да, ну вот вы знаете, с самого начала, как мы думали, надеялись, что будут приезжать команды других регионов, но вначале, да, как это было очень скромно, там где-то одна команда из Московской области приехала достаточно из нашего региона, но сейчас вот уже подтвердило участие Тверь. Вот сейчас должен приехать Смоленск, причем Тверь – это Академия военно-космической обороны имени маршала Жукова, да, то есть должен вот сейчас приехать, сейчас обсуждаем вопрос с Воронежем, команда КВН «Седьмое небо», летчики военные, да, наши десантники, разумеется, как все время я говорю, гордость земли Рязанская, Академия ВСИН, потрясающий вуз, который я в свое время имел честь закончить, Рязанский филиал Московского университета, тоже который является одним из организаторов Кубка, то есть спензы команды, рейтинговая команда, участник телевизионной лиги КВН к нам должна приехать в гости. То есть 6-7 регионов России в этот раз приедут на Рязанскую землю, чтобы вот таким потрясающим галоконцертом, такой предельной, такой эмоциональной составляющей порадовать горожан юмором, шутками отдохнуть. Но повторюсь, что вот по пресс-релизу, который я отправляю различным командам, это мероприятие целиком и полностью посвящено 300-летию российской полиции. Именно ради любопытства в нашей рязанской команде полицейских кто члены команды? Ну, в настоящий момент КВН в полицейских погонах, это представлен курсантами рязанского филиала Московского университета. То есть вполне себе уровневая команда. Недавно очень успешно выступила в межрегиональной лиге, заняла первое место. В областной лиге тоже, опять же, первое место. Поэтому у нее, уверен, достаточно большое будущее. Хочу пожелать им удачи, чтобы команда филиала, рязанского филиала Московского университета имени Кикати развивалась, добивалась высот. И я думаю, что она одна из фаворитов предстоящего кубка. Я думаю, что ни больше, ни меньше. Может быть, есть какие-то планы, какая-то идея нового концерта на следующие даты? Да, я повторю, что это не только силовые структуры участвуют, это при поддержке правительства Рязанской области, что ему огромное спасибо. Да, мы осенью планируем в честь Ивана Петровича Павлова провести это мероприятие. Хотя, возможно, также одной из составляющих будет 300 лет Рязанской полиции, поэтому уже как бы это не ограничивается. Это целый год проходит под знаком этого юбилея. Поэтому да, осенью и зимой, как квинтэссенция сезона, как результативная его часть. И еще зимой, в 20-х числах декабря, мы такое итоговое тоже грандиозное мероприятие проводим. Поэтому да, мы ориентированы, мы хотим, чтобы люди отдыхали, набирались положительных эмоций, думали, потому что юмор – это математика, это интеллект, это всегда очень и очень показательно, в моих взятых IQ человека. Если он шутит, если он умеет шутить, если он с чувством юмора, значит, как он, как минимум, не дурак. Потому что нет дураков с чувством юмора, это мое глубокое убеждение. Поэтому рязанцы, горожане, земляки, я всегда позиционировал себя как рязанцы, горжусь своей малой родиной. Приходите обязательно на галоконцерты, приходите на проект «Открытый большой кубок», неважно, когда он проводится, летом, осенью, зимой или весной. Но в данном случае, 21 июня, смею вас заверить, мы постараемся вас порадовать. А 21 июня где пройдет? Дворец молодежи города Рязани, 21 июня, 18.45, следите за рекламой, ждем и отдадим вам частичку своего тепла. Команды известные, три участника телевизионной премьер-лиги, это очень здорово. Это очень здорово, и я думаю, что не каждая КВНовская тусовка или события может похвастаться таким уровнем таких участников. Поэтому ждем, ждем с нетерпением. Владимир, спасибо, что стали сегодня нашим гостем. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова